Такой вопрос. Михаил Саакашвили, каковы ему политические перспективы в Украине? Видите ли вы его как политика здесь, в Украине? Очень даже может быть, но есть одна ошибка его. Он опоздал на год. Год назад он ездил, выступил с лозунгами антикоррупции. Да, были у него, кстати, антикоррупционные формы, в которых я имел честь принять участие. Я ни разу не был. В одном мог участвовать, но меня просто потом извинились. Он опоздал. Год назад на него он был востребован как политик. Точный политик масштаба всеукраинского. Сейчас я был, я не был на его форумах, но я был на его митинге, когда он возле памятника Черновога. Ну да, и тогда, ну три недели назад был его митинг, он объявил об открытии нового движения. Да. Да, вот на этом митинге был. Ну, то, что, допустим, популизм, это все понятно, но какой политик не популист? Это же оно, хлеб, вода и соль этой политики. Состоится ли он сейчас? А год, в наше время год очень много. А года много значит, это большой отрезок, тут куча всяческих явлений, процессов за этот год. И сейчас не знаю, пойдет, пройдет он или нет. Потому что тут зависит от того, когда он зарегистрировал свою партию, когда будут выборы, допустят ли эту партию. Но, во всяком случае, одно из требований Саакашвили, это досрочные парламентские выборы. И я так понимаю, что цель его движения, как раз таки, он и добивается, чтобы эти выборы прошли досрочно. Ну, понимаете, в чем дело? Что я о нем могу сказать? Перспективы, в принципе, есть. Почему? Может, потому что я бы так хотел, чтобы он вошел в политическую жизнь Украины равноправно и сильно. Почему? Что мне в нем не нравится? Я его ощущаю как авторитарного лидера. Я знаю, что он не против наплевать на законы и не считаться законами. Но он реформатор, и в Грузии он это доказал. В Грузии он это доказал. И никто его, я не слышал таких серьезных обвинений, чтобы у него были Агралдугины и так далее. Или что-то в офшорных зонах. Поэтому он реформатор. Он в данном случае танк, паровоз. И вот я видел людей, прилично собралось на этом митинге. Понятно, что это были неоплаченные. И должен сказать, что эта востребованность на него все-таки остается. Для Киева и для такого времени года это было достаточно. Много людей, и эти люди были не из породы Шариковых, не из породы тетушек. И что интересно, была тройка проплачены. Буквально, конкретно, три человека. А я там все время ходил-ходил, мне было все интересно. Я с книжкой ходил. И чемодан-бокзал Элиси на одном углу, в таком плакатике. И это явно были маргиналы, стояли. Вот их проплатили. А одну кто-то прогавил Грузию, прогавишь Украину. Но в любом случае, я считаю, что он может сыграть положительную роль. И не в качестве президента Украины, и в качестве даже премьер-министра Украины. А в качестве какой-то достаточно мощной политической силы, чтобы оказывать влияние. То есть, двигать Украину в сторону настоящих, а не косметических реформ. Вот это мой такой взгляд. Хорошо. Скажите тогда такую... Хотелось от вас получить ответ на следующий вопрос. А что, по вашему мнению, помешало Саакашвили в полном объеме осуществлять полномочия главой администрации Одесской области? Почему у него там пошло не так? Ну, я думаю, прежде нашу систему, неслобленную, совковую, постсовковую, коррумпированную. Ну, это ж... Вы понимаете, там все связано. Там настолько мафиозные схемы везде. И он, если бьет в пустоту, в вату, он... Ребята, я за Украину... И мы за Украину. И мы за Украину. Но там все так повязаны друг другом, все схемы. Все экономические, финансовые схемы. Он там был обречен. Я еще допускаю, что могло что-то быть, Вы знаете, в какой-нибудь небольшой и не столько развитой области. В преддейственной поддержке Порошенко. Не было этого. Ну, вот у нас мы знаем, что ставленник Ахендовский, что это Янукович, что это преступник. Я об этом пишу. Конкретный преступник. И он по-прежнему... Ему Порошенко вручает орден. Великолепно. ВВП победило. Ну, а что... Орден, простите, за что? Ну, за верную службу демократическому прогрессу. Я знаю, там, демократии. Вот он орден получил уже Порошенко. Порошенко подписал указ о награждении Ахендовского ордена. Так что... И такой еще вопрос... Простите, у Шаакашвили в Одесской области не было шансов. Как и у многих других крупных. Его обязательно должны съесть. У него нет шансов в Запорожской, в Днепропетровской, в Харьковской. У него нет. А вот где-нибудь, ну, я условно говорю, Кировоградская, где-нибудь... Может, даже Волынская. Вот где-то там... Ну, это же был не показатель и для Порошенко, не реклама. Но Порошенко не может. Не может ему по-настоящему помочь. Это надо снимать. Помните, сколько Порошенко держался за Шокина? Ну, вообще с Шокином, конечно, интересная ситуация. Этнический русский прокурор пришел на место после революции достоинства. То есть, крайне вообще, фигура очень смутная, мутная даже внутри прокуратуры. Но держал, но строго держал. Зачем же тогда назначаете фигуру времен Януковича? Вот какой смысл в этом назначении? Так, извините, основные смотрящие и все. Ну вот, извините, такого заслуженного уже януковического деятеля не дало. Вот он в блок Порошенко быстро перешел. Избрался по мажоритарке, перешел быстро в блок Порошенко. Так как избрался? Без округа. Он в Янакевском округе, который оккупирован. А остатки на свободный пейлик 12 участков. Особенно из Янакиев. Это кто вы, я? Не дало. Олег не дало. А он союзник знаменитого Юра Янакевского, Юра Иванюченко. Вообще одного из главных смотрящих Януковича. Не знаю, сейчас объявили вы уже, кто он в розыск был. Не знаю уже, как бы, свободный он человек или не свободный. В Украину он пока не возвращается. Вот, смотрите, еще такая достаточно интересная ситуация. В Одессе, как известно, русский мэр. Ну, этнически русский трухар. И по сведениям, которые содержатся во многих источниках информации, в том числе и официальных, он еще имеет российское гражданство. И помимо этого человек очень по российским взглядам. То есть, если бы победили коллаборациониста, конечно бы он стал на сторону России. Вот, и, скажем так, все эти события, которые происходили в Одессе 2 мая, попытка раскачать ситуацию, захватить административные здания, сделать там государственный переворот регионального масштаба, по типу, как это было в Крыму, в общем-то, все это тоже с морщеливого согласия, или, может быть, не с такого, да, с конкретного согласия, либо при содействии, значит, вот этого мэра Труханова все эти события происходили. Но факт в чем заключается? В том, что Труханов до настоящего времени занимает пост мэра города Одессы. Значит, почему тут, вы считаете, вот именно Труханов выгоден, и он находится на своей должности? А Саакашвили, который пришел как бы с чистого незапятного листа в Украине, для того, чтобы помочь государству провести реформы, евро интегрироваться, так далее, вот вынужден был уйти. Вот почему такое происходит? Потому что Труханов свой человек для власти, а Саакашвили человек со стороны. И с незапятнанной, с государственной точки зрения, репутацией, а зачем ты? А мэром Харькова до сих пор является Кернес, человек с очень такой яркой, скажем так, не криминальной, но уголовной биографией, и который ищегалял он, по-моему, вместе с этим Допкиным, губернатором в этих георгиевских ленточках, Да, он тут откровенно способствовал сепаратизму. Ради бога. А вот сейчас, в этом день, в Днепрозуджинске, или где вот были последние выборы, где победил этот, тоже человек Ямуковича, ну вот я вам скажу, я пишу в этой книге, на прошедших последних местных выборах, на освобожденных территориях, мэрами городов стали исключительно члены партии Ямуковича. Согласие центральной власти. Я отпишу этот механизм. Они свои люди. Вы, кстати, не забывайте, ну, там, может, не знают, там, наши слушатели, что Порошенко был в 2000-2001 году членом партии регионов. Один, даже, можно сказать, один из отцов-основателей. Понимаете? В одной партии с Януковичем, и с тем же Мазаровым, который был тогда лидером партии. Более того, до этого, какой партии пока свою не создал, Порошенко был в СДПУ ООО. Социал-демократическая партия Украины Объединенная. Партия Медведчука. Кума Путина. Вы понимаете? Им. Это свои люди. Вот ты, помните, у Киплинга, ты явно одной крови. Это люди, так сказать, состоявшиеся они. У них есть машина. Вы понимаете? Они свои. Они между собой договорятся. Да, конкуренты, да, перегрызутся, но потом они свои как-то. А остальные все чужие. Саакашвили чужак. Хотя этот ход Порошенко политический был сильный. Я вот и для Запада, для Европы. Я реформатора поставил во главе одну из ведущих областей. А после занятия Крыма, ребята, это ворота в мир, ворота Европы, Одесский порог. Вот. Это был сильный ход. Но поддержать его по-настоящему он не смог. А не кажется ли вам, что в Одессе, вот после вот этого сепаратистского шабаша, не было проведено по-настоящему нормальная антитеррористическая операция? То есть все те же самые коллаборационисты, пророссийские чиновники остались там, как занимали, так и продолжают заниматься. Как почти везде. Как почти везде. Только Одесса, учитывая менталитет жителей, ну как весь Юго-Восток, Украина и Донбасс в том числе, они, конечно, там больше пророссийского, сепаратистского элемента. Это безусловно. Ну так вот, не кажется ли вам, что все-таки не было проведено? Не было проведено. То есть террористическая операция, чтобы всех тех лиц, которые поддержали его так или иначе, способствовали этому сепаратистскому шабашу, они ни одни осуждены, ни непосажены, на их место не пришла новая команда. Вот они как сидят, так и сидят. Ну так а в Киеве. За три года. Обещанного три года ждут. Прошло три года. Хоть осужден один убийца, хоть осужден по-настоящему, один из организаторов, хотя бы даже заочно, вот в доказательстве суд состоялся, вот то-то, то-то. А заграды взять не можем, только потому, что он в бегах. Но вы же понимаете, что это стратегическая угроза для государства. Да. Я говорю даже не тактическая, а стратегическая угроза государства. Когда именно сепаратисты, люди, которые, скажем так, вчера предавали свою родину, были путинским агентами, и до сих пор, мне кажется, вот если они не осуждены, и к ним никаких мер не было принято, они до сих пор остаются, в том числе и путинским агентами. И сливают туда информацию. Ну не все, но так или иначе. Да, конечно. Дестабилизация и общественно-политическая ситуация здесь внутри страны продолжает оставаться при своих должностях. Вот не кажется ли вам, что это опасно для страны? Нет. Мне не кажется, это колоссальная опасность для самой государственности Украины. Не кажется, это так оно и есть. И весь этот пронизанный коррупцией, эгоизмом, диким, алчностью, аппарат, это и есть главная угроза. Если в России главный враг России Путин, то главный враг Украины внутри это ее представители той старой системы, которая не кончилась. То есть, что должно, чтобы этого не было, надо сделать одно. Единственное, что делать, отделить власть от бизнеса. Здесь наоборот. Ты бизнесмен, ты власть. Ты бизнесмен, тыazю 다음 игре. знам. ím